Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, как убедиться, что Бог существует? Способов много, но самый главный надежный и верный способ – это постоянное общение с Богом. Я, например, не верю, что Бог существует, я знаю, что Он существует, потому что на протяжении нескольких десятилетий я ежедневно имею общение с Ним. Если же я удалюсь от Бога и перестану вызывать к Нему, перестану обращаться к Нему, перестану благодарить Его, перестану ходить перед Его лицом, то через какое-то время мне может показаться, что Его действительно и нет. Потому что Бог очень тактичен, и Он даже не существует для огромного количества людей, которые отказываются верить в Его существование. Если у нас с Вами был какой-то друг близкий или родственник, и мы разъехались с Ним, и Он куда-то уехал в Австралию, а мы еще куда-нибудь далеко, и мы не имеем общения, представим, что нет средств видеосвязи никаких им, что мы живем там в каком-то 19 веке, письма не доходят, то через какое-то время мы уже и не знаем точно, существует ли этот человек, есть ли он, потом память о нем стирается, он конечно был когда-то, да, вроде бы он существовал, но больше в нашей жизни он действительно не существует, его нет, как не существуют в нашей жизни миллиарды людей, о которых мы вроде бы знаем, что они есть, но на самом деле кто-то из нас никогда не был в Китае или в Индии, где живут эти миллиарды еще или где-то еще, вот, и как будто эти люди есть, так вроде в новостях, вроде ты веришь, а на самом деле их и нет, вот, если же мы располагаем свое сердце как преподобное Силуан-Афонский и просим Бога о том, чтобы его познали Духом Святым все народы Земли, то эти народы вдруг становятся нам, для нас существующими, да, мы как бы вкладываем частичку души в каждого из этих миллиардов, ну, упаси Бог нам специально это делать, прям воздевать руки к небу и вымаливать весь мир, нет, для этого нужно особое посещение Божие, вот, особое благословение Божие, особенная благодать, особый дар, да, вот, который, может быть, во всю историю носят постоянно там три, четыре, два человека на всей земле из ныне живущих людей, вот, но тем не менее, вот так, да, если мы с Богом не имеем общения, ну, удаляемся от Него, прячемся, как Адам в райском саду, ну, вот, его и не существует совсем. Вот поэтому главное доказательство существования Бога — это наше с Ним постоянное общение, потому что, поверьте, что если вы вступите в это общение, если вы всерьез будете в Него погружены, то вы получите не некий такой деревянный идол, да, как, в который вы будете там биться, как об стену горохом с какими-то своими прошениями, вот, а вы получите величайшего собеседника, и вы увидите существование Бога явно, чудесно и очевидно, ежедневно и постоянно, в каждом мгновении вашего бытия. Субтитры создавал DimaTorzok